Всем первомайский привет. Да, сегодня 1 мая, сейчас около четырех, начало пятого дня. Я прямо к 1 мая гуляю, у нас отличнейшая погода для этого дела. Вот одна только запара, сложно найти место, где можно с собакой погулять. Но это лично моя проблема, потому что там бухают, там бухают. И там бухают. В общем, везде, все ложбинки, все полянки, все заняты. Вот, поэтому, что я прямо сейчас 16, где-то 16-15 по-моему времени по Киеву, ну и по Москве тоже. Вот, у нас тут, я чувствую, где-то шли какие-то приземления чего-то, взрывчатого, я не знаю, минометы или что там работает. Ну, где-то, где-то там, в сторону Маринки, очень далеко. Или не Маринки, хрен его знает, потому что степь разносится далеко и непонятно. Ну, почти не слышно из-за ветра, почти не слышно, но оно ощущается уже, такая, как бы, легкая вибрация земли, такой бум и вибрация. Ну, блин, за год мы уже научились понимать, где ветер, гром, а где снаряды. Вот такие дела. Вот, еще раз. Никаких мероприятий, конечно, не проводил, официальных, но все кругом, сейчас вся балка с кишмя-кишмей, с людьми, на машинах и без, и пешком, с собаками так же, как и я, наверное. Ну, я сегодня трезвый и просто гуляю, с собакой отдыхаю, а не на огороде, рачком. Вот, значит, что хочу сказать, ну, все думали, некоторые думали, по-самым по-некоршим, возможно, будут провокации какие-то сегодня от вооруженных людей. Ну, пока не было, но слышно было, где-то далеко стрельба, да, велась. И, кажется, на восток от Селидова, на юго-восток, где-то так. Вот. Терр только на поводке. Чуть фазанчику не поймал, дурила. Хорошо, что на поводке было, то как бы не сезон. И лицензии у меня нету. Кстати, насчет охоты. Там есть куча правил, я еще толком не вычитал, но очень много правил. Оказывается, где я гулял постоянно, это места типа считаются угодьями. Вообще, по дурацким нашим законам, вот, да, любое там отдаленное место от населенных пунктов, уже угодья охотничьи. И с охотничьей собакой это типа нельзя ходить, особенно вне сезона. Ну, и, как всегда, конечно, куча клещей из джина снимаю. Сейчас его буду мочить. Это уже на штык лопаты прокопал. Что ты там ищешь? Запыхался? Итак, мы продолжаем наш маленький поход с джином первомайский. И он плавно перерастает в сталкерский. Почему? Вот, видите, обычная трава, кучок еще одной травы. А вот аномальная белая, прозрачная даже трава. Кстати, мы тут рискуем нарваться либо на военных, либо, я не знаю, кто там сейчас стреляет из охотничьих рук. О! Или это не охотничьи. Слушай, может, окалаш одиночный. Ну, тогда, может, мужики выстреливаются. Хотя, я не удивлюсь, что в праздничный день кто-то решил поохотиться. Фазанов у нас тут просто сейчас немерено. Вон, интересно, в заброшенном саду тюльпанчик пророс. Наверное, я его чикнул. Все равно он уже скоро сыпется.